В столице продолжаются мероприятия в рамках месяца «Ташкент любит молодежь, организованного ташкентским городским хакимиатом и другими ведомствами». В стенах Молодежного центра Союза молодежи Узбекистана состоялась первая конференция Ташкентской городской детской организации. В ней приняли участие представители образовательных учреждений, педагоги и ученики, обладающие лидерскими способностями. Также состоялось первое учредительное заседание Ассоциации студентов. Подробности в материале программы. На первой конференции детской организации Узбекистана, начавшей свою деятельность в качестве ННО в апреле текущего года, были рассмотрены вопросы совершенствования образования в школах, повышения активности участия молодых людей в социальной жизни общества, улучшения методик духовно-просветительской работы. Наряду с обсуждением перспектив развития сферы состоялась презентация новой системы отбора молодежных лидеров непосредственно в школах. Выборы в детскую организацию «Бол-Арт-Аскелеты» проходят в пять этапов. Первый этап – это школьный этап, это выборы лидеров класса. Они уже проведены с 29 по 2 ноября. С 12 по 16 ноября у нас запланировано проведение выборов школьных лидеров. Это у нас получится один лидер и 18 лидеров по шести направлениям. Мы собрались для того, чтобы обсудить наши организационные моменты для проведения выборов на дальнейших этапах. В ходе открытого диалога были выдвинуты и тщательно проанализированы предложения учащихся, а также опытных педагогов и наставников. В ходе рабочей поездки президента в Андижанскую область в текущем году были подняты вопросы воспитания молодых людей в самих школах. Тогда со стороны руководителя страны было инициировано создание детской организации, которая позволит объединить молодежь. Потому в школах начато внедрение общественных объединений. Для обсуждения дальнейшего развития этой системы на конференцию были приглашены работники сферы образования, отвечающие за духовность и просветительство. Создав круг лидеров в общеобразовательных учреждениях, нам удастся привлечь молодежь к инициативности. Также предметом разговора стала разработка проектов по повышению медиаграмотности учащихся, пропаганде здорового образа жизни, повышению интереса к искусству и культуре. Планируем таким образом сформировать опыт Ташкента. Разнообразие ивентов и их специфика позволяют выработать дальнейшие меры по поддержке инициатив представителей нового поколения. В программе действий первым значилось учредительное заседание Ассоциации студентов. В нем приняли участие около 550 делегатов. Шла речь об организации студенческого медиа-центра, конкурсов, летних и зимних лагерей для студентов, механизмов финансовой поддержки стартапов и предложений, инициаторами которых являются юноши и девушки. В целом встреча позволила обменяться мнениями по самым важным аспектам, касающимся учащихся высшей школы. Напомним, что график предстоящих мероприятий крайне насыщен, так что, как говорится, мы внимательно следим за развитием событий.